Все дроби разные. Сейчас мы вспомним некоторую лему, которую мы доказывали в процессе доказательства основной теоремы арифметики. И именно ей воспользуемся. То есть к собственной формулировке основной теоремы арифметики даже не будем прибегать. К основной леме прибегаем. Значит, итак, пусть есть некоторая дробь. m разделить на n. Несократимая дробь. Напоминаю, что дробь несократима, если это минимальная по использованию чисел числителя и знаменателя, самая экономная запись числителя и знаменателя, как можно меньше по модулю. Но сразу хочу оговориться, что будем доказывать, что все положительные дроби разные. Ясно, что из этого сразу все следует. Потому что если мы две отрицательные дроби сравниваем, просто поменяем их знак и сравним противоположные к ним. А положительная дробь никакая. Положительная не может быть равна никакой отрицательной. Поэтому будем считать, что сейчас все числа, которые мы используем, они строго положительные. Ну и, соответственно, пусть m разделить на n, некоторая несократимая дробь. m и n тем самым взаимно простые. То есть минимальные в записи такой дроби. Так, пишем, то есть нод mn равно единице. Вот. Вспомним важную лему, которая была в процессе доказана. Мы запускали кузнечиков, там доказывали, вкратце вспомню, да, доказывали существование таких x и y, что x плюс ny равно единице. Вот, существуют x и y такие. Ну и потом выводили отсюда, что если m умножить на k делится на n, то, что бы вы думали, если m и n взаимно простые, то из этого следует, что k делится на n. Вот. Вот. Ну вот такая, значит, такая у нас, ну это был ход, просто домножали, домножали все, значит, здесь на k, справа получалось k, здесь mk, которая по условию делится на n, а тут очевидная кратная n. То есть сразу получали, что правая часть, которая получилась k делится на n. Ну вот этим вот утверждением, вот этим утверждением мы и будем пользоваться. Вот давайте его введем. Итак, если есть два взаимно простых числа m и n, и произведение m умножить на k, некоторые двух чисел m и k делится на n, то k должно делиться на n. Так, теперь пусть k разделить на l, другая несократимая дробь, другая не в смысле равенства количества, а в смысле записи просто. Другая запись, другие два какие-то числа, значит, которые тоже взаимно просто. Другая несократимая дробь. Что значит другие числа? Это значит, что в совокупности другие. Одно из этих чисел может совпадать с одним из этих. Но неверно, что k равно m, а l равно n. Вот это вот, так сказать, если, ну понятно, что если мы напишем m разделить на n, то это будет то же самое количество. Но вот предположим, что одновременное равенство m и k, а также n и l не допускается. Пусть это какая-то вот другая несократимая дробь. Значит, если при этом получилось, что количество, которое эти две дроби обозначают, количество яблок, здесь в этом месте я обращаюсь к здравому смыслу, который можно там некоторые аксиомы описать, что дробь обозначает то количество, если мы там m яблок на m детей поделили. И вот если эти количества совпали на весах, то что тогда? Ну тогда давайте, как говорится, приведем к общему знаменателю. То есть вот эти яблоки размножим в количестве l и детей тоже, понятно, да? То есть вот эту вот группу m яблок по n детей сделаем на самом деле l разных групп, l одинаковых групп, где в каждой группе по m яблок и по n детей. Ну тогда вот, соответственно, как мы уже много раз до этого говорили, вот это вот количество будет то же самое. А здесь как мы размножим вот эту вот группу? Ну а здесь на n, вот. То есть вот эту группу детей мы, значит, клонируем… О боже, какой ужас, клонируем детей. Ну в общем мы исполним в n комнатах тот же самый, значит, тот же самый дележ. Вот. Ну а понятно, что если теперь у нас, видите, мы делим на одно и то же количество детей здесь и здесь, то получается, что m l равно k n. Ну это отлично известное всем условие того, когда вообще дроби равны, когда числитель первый на знаменатель второй будет то же самое, что числитель второй на знаменатель первый. Ну просто мы сейчас вывели это строго и все. Кто это знал как зазубренную истину, тот теперь это видит, как выводить. Ну вот. И вот мы из этого должны вывести, в общем-то, противоречие. Ну то есть получить, что на самом деле эта дробь была не другой, а той же самой. Ну смотрите, m l равно k n. То есть m умножить на l кратно n делится на n. Смотрим сюда, здесь то же самое, только k вместо k и l. Ну какая разница, да? Так как m и n взаимно просто, из этого следует, что l делится на n. Прекрасно. Кроме того, m умножить на l делится и на k тоже, правда? Да, ну вот, k умножить на n, то есть кратно n и кратно k. Да, но из этого, смотрите, у нас k l тоже ведь несократимая дробь, значит, l и k взаимно просто. Поэтому из этого следует, что m делится на k. Но это еще не все, что мы можем вывести. Кроме того, k n делится как на m, так и на l, потому что можно наоборот вот это рассмотреть произведение, как кратное как l, так и m. Отсюда опять при взаимной простоте n и m следует, что k делится на m, а отсюда из взаимной простоты k и l следует, что n делится на l. А теперь посмотрите, пожалуйста, что мы получили. Два целых числа l и n делятся друг на друга, причем они положительные, как мы договорились. Также два целых числа m и k делятся друг на друга, и они положительные. Ну, из этого уже понятно сразу следует, что k равно m, а n равно l. И тем самым эти дроби, на самом деле, вот эта дробь никакая не другая, а ровно то же самое, прямо в точности. Вот и все, вот мы с вами доказали важнейший на самом деле результат. А теперь я хочу чуть-чуть про него поговорить, так сказать, развести определенную околоматематическую философию этого. Итак, дроби обозначают одно и то же количество в том, то есть в том и только том случае, когда у них в несократимой записи просто равны как числители, так и знаменатели попарно. То есть все, все различные несократимые дроби обозначают различные физические количества. Это самый, наверное, важный результат начальной школы. Ну, второй по важности после основной теоремы арифметики, являющийся ее следствием. А я хочу сказать, что в дальнейшем математики произведут много разных операций обобщения. Будут рассматривать вместо целых чисел какие-то другие системы с делением. И в этих системах с делением других каждый раз нужно будет задавать вопрос, что у нас с основной теоремой арифметики, верна она или нет. То есть мы будем определять каким-то образом простые числа, ну, как те, которые делятся только на себя и на единицу. Ну, там будут определенные тонкости, которые будут уже по-другому выглядеть. В целых числах это нам все очень привычно. И то, что я доказал выше, ну, какой-нибудь обычный гуманитарий скажет, ну, что за ерунду, Алексей Владимирович, вы доказываете очевидные вещи, которые мы с детства знаем. Знаем, но не осознаем. И то, что мы это не осознаем, на самом деле как раз и доказывается тем, что в других системах чисел вроде бы таких же по своим свойствам. Эти все вот утверждения выше, которые мы сделали про равенство дробей, например, уже не только неочевидны, но и неверны. То есть есть системы чисел, в которых дроби могут обозначать одно и то же физическое число. А что такое физическое число? Если там нет никаких количеств, это же как бы здесь мы делили целое на целое, получали количество, яблок на детей и так далее. Что это будет? Что будет дробь вообще обозначать, если есть произвольное кольцо? К кольцо. Что такое дробь? Если К кольцо, то мы умеем в нем только складывать, вычитать и умножать. А делить не всегда. Ну, просто по определению. Кольцо — это система чисел, в которых по обычным правилам производятся вот эти три операции. Ну и в частности кольцо — это группа относительно сложения. А теория делимости возникает из-за того факта, что не все на все можно поделить, поэтому возникает нетривиальная теория делимости. Ну и, собственно, она начинается с главного определения, что значит, что А делится на Б. А делится на Б в том случае, когда существует какой-то С, все это элементы вот этого кольца. Такое, что А равно БС. Из обычных свойств кольца выводится, что ноль умножить на любое число равно нулю. Сейчас я на этом не останавливаюсь. Может быть, когда-то мы про это и поговорим, если будем заниматься какой-то аксиоматикой. Но если мы примем эту, так сказать, привычную нам истину, поверим, что она выводится в любых кольцах, то ясно, что на ноль ничего не может делиться, кроме самого нуля. Потому что если вы ненулевое число делите на ноль, пытаетесь разделить, точнее пытаетесь установить факт делимости, то должно существовать третье число, которое при домножении на ноль дает А, ненулевое число. И этого быть не может. Ну поэтому вот мы понимаем, да, в любом кольце нельзя делить на ноль. Вот, значит, если есть нетривиальная теория делимости, то есть какие-то дроби. То есть, если что-то на что-то не делится, ну вот если мы берем какие-то два числа, отличные от нуля, и выяснили, что одно на другое не поделится, тогда можно вот такое вот выражение рассмотреть. Но это выражение, оно как бы ничего, на самом деле, вот привычного нам для произвольных колец не будет обозначать, и оно должно внешне ввестись просто как факт. Вот есть такое выражение. Тогда вопрос, при каких случаях мы будем их отождествлять? И здесь подход m на n равно k на l в том и только в том случае, когда m l равно k n, он уже подразумевает, что мы сразу приняли, что дроби означают одно и то же, когда они несократимы в том и только в том случае. Все будет гораздо сложнее. Вот я как бы хочу оставить это на будущее, сказки Шехерезады. В произвольном кольце все гораздо сложнее. При введении дробей в произвольном кольце все сложнее. И введение дробей на основе чисел кольца, то есть попытка делить во всех случаях, натыкается на определенные трудности, которые, как мы видели в случае целых чисел и обычных дробей, не встретились нам на нашем пути. Ну а теперь я хочу перейти к геометрической интерпретации дробей. После того, что мы сейчас установили про них, мы можем ввести некоторую геометрическую интерпретацию. Продолжение следует...